Привет, друзья! Остановились на одном из мест парковочных для отдыха, ночевки, туалета. Дело в том, что, насколько я знаю, в Германии, как и во всей Европе, очень строго следят за тем, чтобы водители грузовиков не превышали количество рабочих часов. У них у всех стоят компьютеры, которые считают, сколько времени они едут. И им обязательно нужно остановиться до того, как они превысили свой лимит. Поэтому здесь много таких парковок, где стоят грузовики. Ну, здесь приятненько, в принципе. Вот, посмотрите, столики, урны. Но не скажу, что здесь прямо чисто. Вот, посмотрите, как выглядит вдоль бордюров. Очень, очень много окурков. Неприятно. Неприятно. Но зато есть камушки такие красивые, газончик. Места устроены удобно. Отдельная парковка для легковых автомобилей, отдельная для грузовых. И туалет мужской и женский. Достаточно скромный, но там все необходимое есть. Это бесплатный туалет, да. Говорят, что на заправках здесь платные туалеты. И если сходить в кустики, можно получить хорошенький штраф. Не знаю, не пробовал и не хочу даже пробовать. Поэтому я останавливаюсь, чтобы семья сходила в туалет именно вот на таких. Это вот этот туалет, вот этот домик как раз. На таких парковочных местах. Здесь же, скорее всего, если в домике готовить, кушать, обедать, то лучше всего останавливаться. Можно и воды помыть все, что нужно. И за столиком на улице покушать, и мусор выкинуть куда есть. В общем, приятные такие места. Кстати, топливо здесь, ну вот газ я заправлял с карточки. Сняли гривневой по курсу 32,5 гривны. Ну, евро в смысле. И газ здесь практически в два раза дороже, чем у нас в Украине. То есть, если пересчитывать на гривну, то вышло 40, 40 с чем-то, 42 или 45 гривен за литр газа. Неприятно, что так дорого. Точно так же в Макдональдс зашел. Биг Мак меню в пересчете на гривну обходится примерно 250 гривен. Не помню, давно не ходил, но раньше-то вроде было у нас 90 гривен. А 250 это ощутимо на мою семейку дороже. Ну, вот пока такие дела. Это мы сейчас уже в Германии. Доехали почти до середины Германии. Нам надо на западную часть Германии. Еще 350 километров пути. Опять в пути, все еще в пути. Но сегодня, надеюсь, что мы уже закончим основную часть этой поездки. С Богом, друзья. Спасибо, что вы с нами. Спасибо.